Одиннадцатый номер, одиннадцатого года. Одиннадцатый номер от издателя, содержание номера о болезнях, судьбе и духовности. Я разбираю различные случаи, как и что здесь у нас происходит. Кстати, можете какую-то рекламу мне давать. Мы с вами договоримся, если надо что-то прорекламировать через мою газету. Так, о болезнях, судьбе и духовности статья. Потом идет Луна, рекомендует. Вот, приметы и особенности, значит, ноября месяца у нас идут. Осень, осень, рождественный, рождественский пост. Вот, вот эти закуски из рыбы, как уже использовать рыбу во время этого поста. Вроде мясо нельзя есть, а рыбу можно. Ну, вот, как раз рецептура приготовления рыбы для проведения этого поста. Заливные щуки, первые блюда. Так, дальше у нас идет такой раздел познавательно-практически. И, и, я здесь, вот, большая статья о папилломах. Вот, смотрите, шея усыпана папилломами. Вот она. Потом, вот, под глазом, под веком имеется папиллома. Фото увеличенное папилломы. Вот, что это такое? Вот, когда вот эти вот папилломы на шее, под мышками или еще где-то, это говорит о том, что внутри организма уже, ну, будем говорить, имеется какое-то образование живое, которое, знаете, как спора прорастает от гриба. И, скорее всего, это какое-то грибковое заболевание. Сидит, допустим, где-то там внутри кишечника, а спору тоненькую, такую, знаете, паутинку пускает на поверхность кожи. И на поверхности кожи возникает вот эта вот папилломка. Любят они шею, где влажность имеется, сохраняется. Под мышками любят, где влажность сохраняется. Значит, они и вот вокруг века, где влажность. Также это может быть и на промежностях, то есть там, где имеется влажность. И вот человек думает, что ага, тут обсыпало, и, ну, неприятно, конечно. Но на самом деле уже внутри завелось нечто живое, что потихонечку начинает нас поедать. Ну и вот как их удалять, как с ними бороться. Вот я как раз подчеркиваю, что связь папиллом с полипами. Полипы вышли, папилломы отпали. И вот мне в свое время прислали фото полипа, вышедшего из 49-летней женщины при кризмении. Вот она вывела вот такую вот огромную ерунду, которая у нее там, будем говорить, приспокойненько живет, вроде оно не беспокоит, но тем не менее, если это живое образование, оно на себя часть жизненных сил отсасывает, плюс выделяет свои продукты отработки, которые, естественно, отравляют наш организм. И вот так вот мы существуем с ним. Поэтому, конечно, от них надо избавляться. Вот здесь обзор методик различных. Это онкология. Значит, здесь я привожу различные народные методы лечения онкологии. Объясняю, как это действует. Далее идут примеры, как с этим можно бороться. Такая большая статья. Это из моей книги «Лечение онкологии народными средствами». «Лечение профилактики онкологии народными средствами». Есть у меня такая книга. Кстати, она сейчас как раз и переиздана. Идут ответы и разъяснения для читателей. Значит, опыта лечения ремокардита с пороками травмоклапана сердца. А опыт лечения керосина. Керосин особенно в народе применяли отлить для лечения аммины. И довольно-таки хорошо он помогал. Болезни и их лечение. Гломеролонефрит. Что и как. Дальше идут, значит, практический разбор. А вот реклама о Тоди Кларке. Если Тоди Камп – это настой кожуры грецкого ореха, зеленые кожуры, которые придумал Тоди Кларк, то Тоди Кларк – это препарат на основе керосина, настойки керосина, но уже американского ореха, который там в свою очередь рекомендовал американская доктор Кларк. Вот. И, значит, вот получилось такое интересное, ну, говорит, снадобие. Кларк – женщина. Чем она знаменита? Она знаменита тем, что в свое время с помощью приборщика, который изобрел ее сын, она определяла частоты, которые издает то или иное вещество и то или иное живое существо, в том числе и паразиты. И вот когда она начала сканировать по частотам человеческий организм, то помимо частот самого организма, там оказалось огромное количество частот шлаков и паразитов. И вот от паразитов, значит, она там нашла с помощью, опять-таки, частот, какие вещества лучше всего подавляют те или иные там бактерии, вирусы, грибки, паразиты. И начала это все использовать в своей практике и получила очень и очень такие хорошие результаты. Современная медицина, правда, это особо не признает, потому что у них свои методы лечения и они действуют несколько в ином направлении. Хотя сейчас все больше и больше внедряется различных авторских методик, люди пытаются самостоятельно лечиться, в том числе и специалисты. Ну, не всегда это приветствуется либо проходит какую-то апробацию длительную. Ну, вот, такое вот бывает. На этом газета подошла к концу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова